В Челябинске появились автомобили-двойники. Южноуральцы жалуются, что им приходят письма о счастье от ГИБДД, в которых фото их госномеров, но на других машинах. Стоит ли платить в таком случае штраф и откуда берутся поддельные номера, выясняла Светлана Свечкарева. Когда Иван Молчанов увидел штраф из ГИБДД, подумал, начались галлюцинации после затяжных новогодних праздников. 500 рублей за превышение скорости. Но в недоумение его привела не сумма, а приложенная к платежке фото с камерой видеонаблюдения. На снимке госномер Ивана, а вот автомобиль не его. Автомобиль Хонда. Вот посмотрите. Давайте сравним. Номер совпадает, автомобиль нет. Челябинцы жалуются, все чаще им стали приходить странные штрафы из ГИБДД. В большинстве случаев на фото чужие авто, а вот госномера их. За последние месяцы в региональное ГИБДД поступило около 20 обращений. Иван Молчанов утверждает, этот номер он получил 5 лет назад. За все время не терял и не воровали его. Мужчина считает, кто-то специально сделал такой же номер, чтобы обмануть камеры видеонаблюдения. Чтобы уйти от штрафа, либо возложить свою вину на чужого человека, чтобы за его поступки, за его нарушения отвечал совершенно другой человек. Сейчас в Челябинске десятки фирм и мастеров, которые занимаются изготовлением госномеров. Официально, конечно, делают дубликаты утерянных или испорченных. И только при наличии у владельца необходимых документов. Но фактически за деньги готовы сделать все, что угодно. Наша съемочная группа под видом заказчиков встречается с одним из таких умельцев. Осмотрительный мужчина для деловых переговоров выбирает безлюдный двор. Набежа такие конкретные, на хорошем оборудовании сделаны. А меня не поймают с ними? Они как настоящие? Ну нет, если по базе пробьют, могут поймать, в принципе, да. А по чем? По чем продаете? Ну, три тысячи одна штука. Такие номера изготовители называют ласково, сувенирными. Видимо, слово «фальшивка» все же наводит на мысли об уголовной ответственности за подделку документов и госзнаков. Настоящая от фальшивки не сможет отличить ни одна видеокамера. И даже человек, пока не подойдет к номеру вплотную. На настоящем госномере должны быть вот такие голограммы, которые видны только на близком расстоянии и под определенным углом света. Ответственность несет не только изготовитель фальшивки, но и заказчик. Правда, закон к автомобилистам менее суров. Управление по подложным регистрационным знакам влечет административную ответственность. За это предусматривается административный штраф в размере 5000 рублей, либо лишение водического удостырения. Поэтому человек, который заведомо идет на это, он должен понимать, что может лишиться водического удостырения. Иван Молчанов самостоятельно разыскивать владельца номера двойника не намерен. Платить штраф за незнакомого шутника тоже не хочет. Написал заявление в ГИБДД с требованием отменить наказание и найти самозванца. Светлана Свечкарева, Андрей Ярушев, ОТВ.